Жизнь Кирилла Сафонова напоминает сериал. Он успел поработать и грузчиком, и водителем, и художником, прежде чем стать актером. Еще более киношной кажется романтическая история любви артиста и Саши Савельевой. Случайная встреча в клубе привела артиста к крепкому браку с экс-солисткой фабрики. Поклонники считают семью Кирилла Сафонова и Саши Савельевой идеальной. Но все ли так гладко, как кажется со стороны? Кирилл появился на свет в селе Ермаковское Красноярского края, а школьные годы провел во Львове. Когда брак его родителей распался, учительнице русского языка Галине Семеновне пришлось в одиночку поднимать троих детей. Чтобы помочь маме и сестрам, в 13 лет Сафонов устроился на почту. Еще через год юноша уехал на заработки на север, где ремонтировал железную дорогу и таскал строительные материалы. Тяжелый подростковый период закалил характер и силу воли Кирилла. Он понимал, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно выбрать цель и не отступать от нее ни на шаг. Сафонов был одаренным артистом, со школьных лет выступавшим на сцене, к тому же прекрасно рисовал и писал стихи. Когда из-за проваленного экзамена по украинскому языку Кирилл Сафонов не поступил на режиссерский факультет Института культуры, талант живописца помог ему обеспечивать себя. Парень выставлял авторские картины на вернисажах. Жизнь облегчилась с возвращением в Красноярский край, где Кирилл пошел в театральный вуз. Впоследствии Сафонов перевелся в ГИТИС, в мастерскую Андрея Гончарова. Мэтр давал талантливому воспитаннику роли в пьесах театра имени Маяковского, но на четвертом курсе отношения наставника и студента расстроились. Кирилл сорвал генеральную репетицию дипломного спектакля, за что и был отчислен из вуза. Неприятная ситуация не сказалась на карьере начинающего актера. Он попал в драмтеатр имени Станиславского, а в конце 90-х уехал в Тель-Авив, где блистал в Гешере. Буквально за два месяца артист выучил иврит, что еще долго считал своим главным жизненным достижением. К слову, еще до Сафонова в Израиль перебрались его мама и сестры. Спустя пару лет работа в театре перестала приносить удовлетворение, и Кирилл уволился из Гешера. Актер сменил агента, устроился барменом сразу в два заведения и занялся озвучиванием фильмов. Ну а потом и сам стал сниматься. Дебют состоялся в израильских картинах «Пыль» и «Вечер спасенных», а с лентой «Полурусская история» Кирилл приехал на московский кинофестиваль. По признанию артиста, событие стало для него триумфом, и он решил остаться в России, если пригласят на работу. Предложение действительно вскоре поступило. Сафонову дали главные роли в фильме «Кризис веры» и сериале «Татьянин день». Затем были проекты «Двое под дождем», «Медвежий угол», «Краткий курс счастливой жизни». Зрители полюбили сериалы «Эти глаза напротив», «Хорошие руки» и «Новая жена» с участием артиста. В первый раз Кирилл женился очень рано, 18 лет. Вместе со сбранницей Еленой и дочкой Настей он уехал в Израиль, надеясь найти там лучшую жизнь. Разочарование постигло Сафонова в 2001 году. Увольнение из театра совпало с расставанием с супругой. Бывшие супруги сохранили нормальные отношения, и контакт с дочкой Кирилл не потерял. Настя выросла и окончила школу в Израиле, а затем, став профессиональной моделью, начала ездить по миру – США, Европа. Но если связь с отцом оставалась крепкой, то с мамой все обстояло сложнее. Елена вторично вышла замуж, но и брак с фотографом Вадимом Сухаревским распался спустя 11 лет. По словам мужчины, из-за алкоголизма избранницы. 42-летней Елены не стало 5 июня 2018 года. Потеряв маму, Настя еще больше сблизилась с отцом. Родным человеком для нее стала и новая супруга Сафонова. Несколько лет после развода Кирилл оставался один. Всколыхнуть его личную жизнь сумело лишь случайное знакомство с Сашей Савельевой. Впрочем, для влюбленных та встреча скорее стала судьбоносной. Разные компании друзей 23 февраля 2009 года затащили певицу и актера в караоке-клуб. Они столкнулись у дверей в туалетные комнаты и поняли, что где-то встречались ранее. Саша сказала, что лицо Кирилла ей знакомо, сообщила о своей принадлежности группе «Фабрика», после чего вернулась к столику приятельниц. Когда Сафонов собирался уходить, то подошел к девушке, сказав, что ему было приятно ее видеть. Только следующим утром актер понял, что ему не дают покоя мысли о ней. Номер телефона Саши Савельевой Кирилл узнал у своей подруги Катерины. Однако первое смс не возмылило желаемого эффекта. Певица не поняла, кто такой Кирилл Сафонов и где она успела с ним повстречаться. К счастью, Катерина общалась и с Савельевой, так что вполне прямо сообщила девушке, кому она разбила сердце. В итоге Катерина пригласила обоих на мероприятие, и пазл сложился. В тот же вечер Кирилл признался Саше в любви на иврите. Перевода не сказал намеренно, чтобы не спугнуть впечатлившую его девушку. Объяснение все равно случилось очень рано, через пару недель. Также оперативно состоялось знакомство с родителями и дочкой Сафонова, и помолвка пары. Причем кольцо актер выбирал вместе с Настей, одобрившей кандидатуру в невесты сразу. Несмотря на публичность профессии, влюбленным удалось сохранить грядущую свадьбу в тайне. Разница в возрасте в 10 лет и период притирки могли бы разрушить отношения пары, но супруги вовремя ликвидировали все семейные кризисы. Влюбленные поженились в 2010 году, но общий ребенок у них появился только в марте 2019 года. Сначала Александра не чувствовала себя готовой к материнству, потом долго не получалось забеременеть. Лишь убедившись, что с малышом Леоном все в порядке, Саша призналась, беременность была сложной. На позднем сроке у певицы подскочило давление, возникла угроза жизни и для нее, и для наследника. Стабилизировать состояние не удалось, поэтому рожать пришлось экстренно. В период восстановления Сашу очень поддерживал муж, который тоже взял декретный отпуск. Осознав, как сменились приоритеты, певица покинула группу фабрика. Кирилл успешно справлялся с ролью главного кормильца в семье, но и Саша не отказалась от светской жизни, давала интервью, записывала песни в домашней студии. И хотя Савельева скромно говорила, что до эталона им далеко, поклонники давно окрестились супругов идеальной парой. Недавно Саша заявила, что уже 14 лет они с Кириллом живут в Израиле. Певица изредка приезжает в Москву, а вот Сафонов, судя по всему, решил совсем осеть за границей.